МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы обращаемся к родителям. Помните, что именно вы несете ответственность за своих детей, за их жизнь и здоровье, и необходимые порой элементарные меры предосторожности могут оградить ваши семьи от трагедии. Для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не вставить предметы мебели близко от окон, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Само собой, никогда нельзя рассчитывать на защиту от падения с помощью москитной сетки. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. В этом случае крепления сетки мгновенно ломаются, и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Чтобы избежать этого, необходимо ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедии можно произвести демонтаж ручек с окон в детске и других комнатах и использовать их лишь при необходимости. Будьте предельно внимательными также и при проветривании помещения, соответственно, нельзя оставлять детей одних без присмотра в комнатах с открытыми окнами. Случаи падения из окон детей наглядно показывают, что подобные происшествия внезапны и всегда неожиданны для родителей и для других лиц, на которых малолетние оставлены под присмотр. На Санкт-Петербургском шоссе автомобиль «Лексус» на регулируемом пешеходном переходе сбил перебегавшую на красный сигнал светофора женщину 56-го года рождения. С переломом лодыжки пешехода доставили в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя «Лексуса» не обнаружен. На проспекте Чайковского в Твери столкнулись «Мерседес» и «Мини Купер». Пострадал водитель Купера, мужчина 86-го года рождения. С рваной раной плеча пострадавшего доставили в больницу.